всем привет с вами маша и вы на моем канале о вышивке это такой вступительный кусочек видео которым я бы хотела начать свое такое недельное видео свой вышивальный недельный дневник неделю крестиков и мне самой как зрительницы ютуба вышивального очень нравится этот формат кстати она верх ногами вот мне самой очень нравится этот формат и я решила попробовать почему бы и нет так что давайте посмотрим чем же я занималась в плане вышивки эту неделю какая она была эта неделя сентября смотрите в каком красивом месте я сейчас вышиваю это озеро называется лэйк а кодейн какая красота такой прекрасный день 18 градусов легкий ветерок никого нет рабочий день только дети там играют баскетбол возле комьюнити-центра так красиво последнее ну наверно не последнее все таки но осенние деньки теплые пытаюсь провести время на свежем воздухе и повышевать тоже подышать красота просто всем привет решила показать вам что тут у меня с вот этим вот процессом сижу на улице в парке у нас тепло классно 16 сентября среда и вот на таком вот я результате на сегодняшний день но очень красиво получается конечно невероятная красота очень нравится вышивать на черной основе может потому что я это делаю только в дневное время суток у меня хорошее освещение и это удовольствие просто то как цвета смотрятся на черном это конечно очень здорово и ярко класс я тут я буду использовать маленький листочек стоножничек у меня с собой нет вот эти вот ниточки вот эти такие яркие я постирала чтобы проверить не линяют ли они вроде бы ничего не полиняла так что будем надеяться что при последующей стирке тоже все будет в порядке такой небольшой спойлер ко мне тут пришли две покупочки по почте я как раз выходила из дому и увидела их в ящике и подумала надо захватить с собой вот тут у меня кое-что связано с вышивкой ну и вот такой вот спойлер это набор с фетром от буцила очень классный такой новогодний веночек у меня уже один есть готовый веночек полностью собранный где-то пару лет назад я его сделала и конечно тот венок он был проще там было меньше деталей мелких и было его не так сложно собирать собрала его где-то в общей сложности за месяц-полтора и вышила но это учитывая то что я делала что-то вышивала одновременно с ним вот но он конечно очень красивый вот этот вот просто классный классный венок мужем ему тоже понравился мы с ним вместе выбирали там был один такой с санта-клаусом и снеговиком и вот этот вот ну мне кажется что он просто классный этот звук на это детки катаются на скейтбордах вот у нас школа закончилась три часа и я сижу тут в парке детки катаются сегодня четверг 17 сентября и спонтанный такой маленький процесс это прикладная вышивка соседи строят вот буду вышивать вот эту вот буквочку а точнее эй да на наволочке для дочки в детском саду у них там подушечки и нужно свои наволочки вот я на наволочке буду вышивать ее первую букву имени вот но не вот такими цветами а более вот как в этой буковке покажу вам что получится вот уже пришила водорастворимую канву от dmc сюда и я думаю что не займет у меня много времени ну вот несколько часов спустя буква готова вот она такая замечательная получилась как раз в пору пришлась ткань посмотреть поближе крестики конечно вышивать на такой канве это специфическое занятие но в принципе вроде бы ровненькие получились вот теперь я отправлю ее стиральную машинку и конечно можно вручную но я уже так по опыту вижу что в стиралке оно быстрее как-то отходит и более тщательно и покажу вам потом что получилось всем здравствуйте сейчас у нас вечер точнее уже ночь на субботу без пяти 12 на часах у нас 12 без пяти и вот я закончила вот этот вот маленький капкейк и хочу сразу по горячим следам рассказать как у меня организован процесс вообще что как мои впечатления первое значит я вот ниточки организовала на таком обыкновенном совершенно многострадальным органайзере вот просто такой пластиковый совершенно простой и здесь же можно парковать иголочки я вообще его покупала давным-давно в путешествие с выбрать удобно тем что здесь есть резачок для ниток органайзера для иголок и вот так я так прямо в самолет с собой брала тут ниточку можно обрезать там припарковать иголку и удобно не нужно с собой ничего дополнительно вести ну вот все мои пайеточки и бисер вот в таком органайзере это мне папа сделал вот и вот тут вот крышечка от этого органайзера я пока тут вот храню этот прекрасный капкейк мне очень нравится мне очень нравится процесс я получаю удовольствие но я столкнулась такой ситуации сейчас я вам покажу шок контент у меня капкейк немного франкенштейна значит что случилось после того как я значит а там сначала нужно сшить переднюю часть до наслоить вот один слой потом на него нажимается 2 3 4 и потом это все нужно сшить с двумя задними частями вот этим вот но когда я сложила задние части и приложила их к передней части а я увидела что задние части у меня намного меньше и короче по сравнению с передней и я в общем думала что же сделать с этим в результате я вырезала такой маленький кусочек это как бы до точила его вот и у меня он сошелся какие выводы я сделала для себя я так поняла что нужно пришивать вот эти элементы не четко по пунктирной линии а чуть чуть ниже чем пунктирная линия вот если посмотреть на мой капкейк и сравнить его с тем который на схеме видно что мы чуть чуть более вытянуты то есть я так прям чётенько пунктирной линии пришивала нужно чуть-чуть делать захлёст нахлёст больше тогда вот эта передняя часть будет такая же как и задняя тоже чуть-чуть короче соответственно вот и второй момент второй вывод это то что перед тем как вырезать заднюю часть я приложу переднюю именно к самому большому кусочку фетра и если я буду видеть что у меня немного они не совпадают я просто вырежу чуть больше выше там или шире чтобы она все сошлось но вообще очень красиво вот я за один вечер сделала вот такую замечательную пироженку вот самое сложное было набивать вот эту маленькую вишенку вот она набивается отдельно расшивается отдельно а так ну вообще все в удовольствии очень здорово сегодня у нас суббота я иду гулять с дочкой в парке и посмотрите какая красота тишина сейчас 10 утра люди наверное по своим делам и вот только белочки птички чирикают и пистья падают в общем похолодало у нас сегодня 6 градусов конечно очень хорошая погода ветра нет прохладно солнце настоящая такая осень деревья желтеют просто на глазах вот всем привет у нас суббота и хочу вам показать как у меня оформился малыш от милхил это маленький совенок от милхил у нас в семье это называется хедвик она называется хедвик это сова как сова гарри поттера но потому что она тоже такая основы беленькая снежная классная и новогодняя на самом деле сначала даже как-то не обратила внимание но у нее вот здесь вот астролист листочки астролиста и вот маленький трешерс такой красивый вот я ее вышла на перфорированной бумаге и у меня был вопрос как ее оформлять потому что а как вы можете видеть она небольшая ладошка у меня небольшая сова небольшая и как-то ее оставлять просто на бумаге мне не хотелось потому что она бы потерялась на ней вот поэтому я купила вот заготовку показываю вам ручкой ножницы где-то там вот купила такую заготовку деревянную беленькую такой на вот немножечко потрепанная такая distress вот и лепила на нее попробовала приложила к ней сову но как-то она смотрелась не очень потому что сова на белом фоне заготовка белая и как-то все это все вместе сливалось поэтому я решила пробовать с разными вариантами фона вот результате у меня получилась вот такая вот конструкция аппликация это вот это упаковочная бумага она классная такая с велюровым напылением вот эти вот части и мне кажется она здорово вот так оттеняет ту сову и подчеркивает ее ее цвета подходит потому что такая новогодняя она получилась вот совушка оформлена и вообще классный вариант я я вышиваю мелхил именно на перфорированной бумаге мне нравится вышивать на перфорированной бумаге и вышиваю я в три ниточки как и заявлено производителем мне кажется что таким образом покрытие действительно плотная получается и все крестики такие пушистенькие но они конечно не идеальная скажем прямо у меня но я и не стремлюсь особо вот но мне нравится вышивать в три ниточки и на перфорированной бумаге для меня вышивать это просто кайф очень очень классно мне нравится как у меня получилось сегодня у нас воскресенье и время подводить итоги итоги этой вышивальной недели вот сейчас перед вами на пальцах мой сэмплер сэмплер от и вышила здесь как вы видите не очень много я закончила бордюр вот этот вот это цветочек называется honey сакал я не знаю как он на русском языке я вообще-то его существование особо не знала я просто посмотрела что тут в описании к схеме будет было написано что это honey сакалой мне даже пришлось погуглить и посмотреть что же это за цветочек вот и значит я закончила бордюр и что я еще сделала я все-таки поменяла желтый цвет обратно на тот который идет в схеме который заявлен производителем вот мне все-таки после я так посмотрела на него со всех сторон и так и сяк и посоветовалась и решила оставить тот желтый цвет который идет изначально в схеме потому что тот вот такой более бледный с переходами он конечно красивый но его издалека так особо вообще не видно он не выделяется и вот так вот выглядит у меня в пальцах заталенная работа вот теперь я пойду вот сюда в эту часть и я так вообще у меня вообще в таких надеждах моих моих планах его завершить этой осенью я надеюсь потому что я решила что мне нужно что-то завершить а все остальные процессы у меня такие глобальные скажем так то есть завершению не приближаются а вот это все-таки мне кажется более реально завершить но вот смотрите два дня я повышевала на выходных и всего лишь бордюр и вот перешиты птички ну вот не знаю может еще потому что вчера в субботу вечером я провела такую львиную долю времени за перемоткой ниточек с из моточков на бобинке я не очень люблю это занятие но что поделать я купила у меня закончились некоторые ниточки я купила себе моточки штук 20 наверное и вот сидела и весь вечер их перематывала на бобинки так что так что так может быть поэтому так мало получилось вышить вот эта малышечка это у нас от из веночка бацилла фетровый маленький капкейк вот один вечер я его вышивала собирала вообще все делала с ним тоже про него там уже вставляла о малыш далее у нас идут мои любимые любимые нюти на глазки уже мне кажется все уж и всем прожужжала про них про то как классно выживать на черной конве наверно в каждом кусочке которые про это про этот дизайн вставляла я говорила об этом но они действительно очень классная очень здорово получается оторваться невозможно просто хочется вышивать и вышивать без остановки вот и как видите прогресс у меня такой достаточно ощутимый то есть я буквально вот тут вот начала совсем чуть-чуть и вот это все у меня вышилось вышивала я его наверное дня три только дневное время суток поэтому мне кажется что он классно вышивается быстро там очень классная схема она не маленькая не крупная не мелкая нету одиночных крестиков короче просто просто супер вот и последний процесс над которым я работала на этой неделе это моя деревушка на берегу озера lakeside village on dimensions она продвинулась ну так скажем немного продвинулась вот тут у меня база вышилась я ее бэком обвела чуть-чуть стена дверные проемы окошко и вроде бы так особо а и вот это вот маленькая маленький вот этот вот вазончик вот и вот так вот не особо он у меня продвинулся но вот у меня была такая неделька скажем так полное событие вышивальных и старт был с этим петровым веночком и вот этот старт получается с нитиными глазками тоже так что была полна на события моя вышивальная жизнь быть на этой неделе я думаю что в принципе такие результаты этого вполне даже ничего я все вышивала в удовольствие я никуда не спешу мне очень нравится вообще то что я делаю мое хобби доставляет мне истинное удовольствие чего я и вам желаю спасибо вам большое за то что вы были со мной посмотрели мои видео напишите как вам такой формат понравилось ли вам моя ставочка с природой немножко я поставляла чуть-чуть совсем вот и пишите комментируйте я очень рада всегда вас видеть у себя на канале всем пока